Привет, я Дарья Позняк и мы продолжаем наше обучение. Сегодня мы рассмотрим портрет положения профиль. Итак, начнем. Опять начнем мы с легкого наброска. Нарисуем полностью, набросаем, сделаем легкий набросок всего лица, а потом только приступим к объяснению, к деталям. В принципе, набросок почти готов. Еще немножко. Смотрите, в процессе обязательно у вас будут возникать, что какие-то детали, какие-то части лица, где-то вы ошиблись, смело передвигаете. Поэтому я маркером и рисую, чтобы вы видели мои, в том числе, ошибки и понимали, что это не критично, это нормально, что ошибки вылезают в процессе рисования, нужно просто их исправлять и двигаться дальше. Все, я легонько наметила. Теперь давайте будем подробнее прорисовывать и поговорим. То же самое правило, которое мы изучали на прошлом уроке, что у нас три части одинаковых в лице, оно в профиле тоже действует. Одна треть, вторая треть, третья. Мы будем стараться его придерживаться. Давайте сейчас обозначим какие-то моменты поярче, чтобы вам было лучше видно. Хорошо. И давайте я вам закрою волосы. Закрою волосы тоном. Если будет скрипеть, уберу звук и наложу музыку. Закрою волосы тоном. Так. Продолжим. Смотрите, глаз в профиль. У нас есть глазное яблоко, на нем зрачок. Глазное яблоко, оно будет вот таким вот кружком. Более подробно мы еще будем части лица изучать на отдельном уроке. Глазное яблоко, на нем вот здесь вот расположен зрачок. Вот так сверху на него одеваются вейки, которые вот так как бы побольше. Сейчас я другим цветом лучше выделю. Значит, вот у нас глазное яблоко. На нем вот здесь лежит зрачок с радужкой. Вот так. Глазное яблоко пошло. А вейки, они одеваются сверху. И тут есть некоторое расстояние. Как раз вот эта толщинка, которую мы с вами показывали на прошлом рисунке. И вот здесь тоже есть вот эта толщинка, которая позволяет закрыть полностью глазное яблоко. Итак, мы этот же вариант теперь рисуем на модели. Века полную вот эту вот мы не замыкаем сюда, вы помните, на профильном положении. Также верхнюю вот эту можно прорисовать, где растут ресницы. И сразу же, кстати, их можно вот сюда выдернуть. И можно сразу же наметить радужку со зрачком. Наверное, вот так. Потому что зрачок тут как бы не будет. Видно, он будет только линий. Так, теперь я рисую бровь. И сразу же рисую нос тонко-аккуратной линией. И сейчас вам расскажу, на что здесь обращать внимание. Так, губы. Среднюю линию можно прорисовывать и кончик ставить. Здесь краешек. Нижнюю, вы помните, мы не прорисовываем полностью. Так. И поправляю то, что я нарисовала. Если где-то нужно что-то передвинуть, поправить. Буду поправлять. Лба как-то мало получилось. Ну, девушку я рисую. Просто делаю вот тут вот акцент на чертах лица. Немножко их так более выразительными делаю. Поэтому, может быть, похоже на молодого человека. Так. Вот теперь давайте поговорим. Ещё раз, значит. Площадка под бровью отвернута от цвета. И мы её уводим в тон. Мы её уводим в тон вот таким образом. Нижняя века. Тоже можно увести в тон. У носа. Тут тоже есть площадка нижняя. Верхнюю губу уводим в тон. Площадку под губой. Маленькую. И вот эту площадку под подбородком. Тоже можно увести в тон. Теперь шея. На положении фаз у нас было 2 поверхности на шее всего. Здесь их будет побольше. Значит, это передняя поверхность, которую мы на фаз проходили. Вот это, куда попадает свет. Потом боковая часть, которую мы тоже на фазовом положении рисовали. Вот. А дальше у нас идёт мышца от уха. Вот сюда к ерёмной ямке. Её передняя часть. И боковая, задняя. Вот заднюю часть мы тоже уводим в тон. Вот такая у нас получилась. Ерёмная ямка переедет у меня вот сюда. Хорошо, шею мы сделали. Но мы не будем очень сильно акцентировать на вот этой раскладке, особенно на женской шее. То есть она как бы есть, но нельзя сказать, что она настолько прям супер выражена, что её нужно прорисовывать. Потому что может получиться очень непривлекательная шея, некрасивая. Поэтому я вам про это рассказала, но акцентировать на этом мы не будем. Давайте пробежимся по лицу. Тоже посмотрим его стороны, которые повёрнуты к свету и которые боковые отвернуты. Вот так. Ещё прорисуем ухо чуть более подробно. Прорисуем. Вот так. По-хорошему ухо здесь тоже должно уходить в тень, потому что оно является боковой частью. Но я не хочу его закрывать, потому что вам немножко будет меньше подробностей видно. Итак, в принципе мы всё проработали. Можно ещё отметить вот эту вот поверхность немножечко. Тоном. Штрихом выделить. И давайте этим же штрихом поштрихуем вот здесь. Нет, не так. Вот так вот должно быть. Вот так. Вот это ноздря, это уже боковая поверхность. Но не волнуйтесь, более подробно детали лица мы ещё будем с вами проходить. Что в профиле нам супер важно? Что вот эти вот все точки, они не находятся на одной вертикали. Вот эти все точки. И сейчас я вам это покажу. Я проведу вертикаль по вот этой точке на переносицу. Смотрите. Вот смотрите. Вот у нас одна точка. Вот эта выступает. Нос выступает. Вот эта точка выступает. Губа выступает на другое расстояние, нежели вот эта точка. Эта губа выступает на другое расстояние, нежели эта точка. Я вам сейчас все расстояния покажу. Специально сделаю это в конце, чтобы вы увидели. То есть вот они, расстояние. Вот здесь маленькое. Вот здесь приходится в точку. Но какие-то точки, конечно, будут совпадать, но не все. Вот у нас совпало всего раз, два, три точки. Остальное все выступает. Оно также может заходить внутрь, если вы эту вертикаль проведете по какой-то другой точке. Вот. В профиле это самая главная задача сегодняшнего урока. Это понять вам вот этот принцип. Здесь, соответственно, вот сюда расстояние идет, в эту сторону. Понять этот принцип, что лицо, оно объемное, оно выгнутое. Оно не может быть насажено на эту вертикальную линию. И вот эти все расстояния, их нужно учитывать. Ваше домашнее задание. Нарисовать 5-10 портретов профиль любым материалом, учитывая вот эти трети, чтобы были одинаковые или почти одинаковые. И вот эти расстояния относительно вертикальной линии. На этом все. С вами была Дарья Поздняк. Увидимся на следующем уроке.